Ситуация, когда применима поговорка не делает добра. В далекие 90-е людей, которые пострадали от пожара, заселили в общежитие квартирного типа, которое принадлежит обществу «Газпромдобыча Ноябрьск». Учитывая, что к предприятию погорельцы ни тогда, ни сейчас отношений не имели, прожили здесь они 17 лет. И, что называется, привыкли. Менять место жительства люди не хотят. Более того, теперь они настаивают на том, чтобы жилье им передали в собственность. Подробности у Кирилла Мигеля. О том, что в этом здании расположена не только фешенебельная гостиница, и сегодня знают далеко не все. Оказывается, на Республике 12 уже много лет живут люди. Рейса Дорожка, например, въехала в ведомственное общежитие газовиков еще в 96-м. В статусе погорельца. В 96-м году, когда нас заселили сюда, гостиница еще строилась. Гостиницу сдали в 99-м году. И 99-м годом оформили и общежитие наше, и гостиницу, как одно здание. Кипа бумаг – сплошь переписка с чиновниками самого разного уровня. Жильцы, которые не являются сотрудниками предприятия, добиваются одного, чтобы общежитие было передано в руки муниципалитета. И вроде бы, гласят документы, ничто этому не мешает. Только вот процесс передачи, говорят в компании, а процедура не одного дня. С вопросом, когда же это наконец свершится, люди пошли к генеральному директору общества «Газпромдобыча Ноябрьск», депутату Законодательного собрания «Ямала» Константину Степовому. Мы заселялись на основании ордера. То есть мы заселялись на основании социального найма, а не коммерческого. Поэтому и мы не получили право приватизации. Те, кто проживает на основании ордеров. То есть если будет безразвестная передача, то тогда люди смогут реализовать свое право. Почему все люди получили возможность, кто имел какие-то общежития, получить это право? А наших жильцей нет. Позиция жителей Константина Степового удивляет. Вместо того, чтобы подождать решение, они пишут во всевозможные инстанции. Дошли уже до президента. А ведь в далекие 90-е, когда свободного муниципального жилья не было, людям просто пошли навстречу. И те, кто устро нуждался в жилье, заселили в ведомственное общежитие. Поначалу все были довольны и благодарны. Теперь же, говорят в компании, поведение этих людей, кроме как наглостью, не назовешь. Тем более, если брать во внимание долг за арендную плату, общая сумма которого превышает 3 миллиона рублей. По поводу квартирной платы вы получите официальное уведомление, но уже через суд, о том, что вы не платите, не проживаете незаконно в нашем, в собственности «Газпром-добычный обыск», не подписывая никаких договоров. Раз вы хотите в таком формате эти вопросы решать, будем решать. Другой вопрос, как эта задолженность образовалась. Люди утверждают, что счета, которые им присылают, выходят за рамки разумного. Приблизительно 7,5 тысяч рублей за комнату в 11 квадратов. Но ведь жизнь здесь никто никого не заставляет. У людей было 17 лет на то, чтобы решить свою проблему. В городе и в регионе работает множество жилищных программ. В банках выдают ипотечные кредиты. Однако воспользоваться этим никто не пожелал. Люди предпочли обивать пороги различных инстанций и писать заявление в суд. А он вот уже в который раз заканчивается не в пользу заявителей. И сколько это будет длиться, никому неизвестно. Между тем, время идет, и, быть может, нет смысла тратить его понапрасну, а хотя бы попробовать реализовать ваши перечисленные варианты, чтобы в конечном итоге не оказаться в муниципальном, маневренном фонде. Кирилл Мигель и Александр Иванов. Новости нашего города.